Всем привет, с вами Вульф, я продолжаю историю об американской трэш-метал группе Slayer. Итак, выпустив свой первый альбом под названием Show No Mercy, Slayer постепенно начали покорять всю Америку. Более того, новый, вышедший полноформатник, а именно Hell Awaits от новоиспеченных трэшеров, просто ошеломил тогдашних любителей экстремальной музыки. Казалось, что на Show No Mercy уже было и так в избытке скоростного и тяжелого звучания, но для наших парней из Лос-Анджелеса это было, так сказать, только начало. Hell Awaits повторял уже ту же реакцию, только в большей степени. А именно, как возможно было тогда такое играть. Более того, перемены и изменения после дебюта были все налицо. Музыка на новом альбоме еще больше пугала и отдавала еще больше злобой. На то время это могли слушать только самые храбрые и отъявленные из слушателей. А те, кто не слушал, все равно признавали супер-класс, выданный Томом Раи и Ко, даже не будучи фанатами металла. Музыка на новом альбоме еще больше пугала. Если же брать меня, то это мой самый любимый альбом у Slayer. Во всяком случае, именно Hell Awaits стал тем самым, из-за чего я до сих пор тащусь от этой группы. И для меня самое главное важно, что на нем все выполнено в первозданном виде, без всяких там сегодняшних компьютерных эффектов. Хотя нужно также отдать должное, что записан альбом просто великолепно. И это великолепие от самых тогда адски звучащих гитар, громких и ярких барабанов, дайхоподобного, как и сприспотний вокала Тома Раи, создают ту самую жуткую атмосферу, от которой получаешь в то же время то неописуемое чувство, как, например, всплеск адреналина или неожиданный испуг. В общем, Hell Awaits стал продолжением того, что Slayer уже начали на шоу No Mercy, но с одним но. Если на дебюте они только пытались играть быстро и жестко, порой еще не понимая, куда это их потом приведет, то Hell Awaits это уже осмысленное и уже самопонятное ими творчество. Субтитры создавал DimaTorzok Самое главное, скорость исполнения увеличилась просто в разы, но не в ущерб качеству. Уже с самой первой вещи, а именно одноименно Hell Awaits, можно напросто сойти с ума. Настолько она сделана по всем канонам тогда еще только стоющего на обе ноги трэш-метала. Выпуская ее в свет, Slayer уже понимали, что вот он новый стиль, что вот как надо играть трэш, снося напрочь крышу, не давая помниться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если первая вещь задавала основной тон всему этому адскому действу, то следующие песни этот тон не только с отличием поддержали, но и сами старались быть вовсю устрашающими сателлитами зла и смерти, не меньше самой Hell Awaits, что стоит та же Некрофилия, которая сама по себе чуть больше трех минут. И хотя песня сама и короткая, но музыканты умудряются несколько раз делать неожиданные переходы и обороты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА